Привет, меня зовут Света. Мы живем в Украине, в городе Одесса. Моего сына старшего зовут Андрей. У него аутизм. Есть еще маленький ребенок, малыш, 2 года. Андрюше 7 лет, и за эти 7 лет у нас было очень много метаний по всем этим врачам, по революционным центрам, по генетикам, мировопатологам, психологам. Одновременно очень это все надоело. Но мы не сдавались. Мы в 3,5 года думали, мы вытащим своего ребенка, все нормально будет. Муж говорил, не переживай, у нас все будет отлично. Он неплохой парень, не такой самый тяжелый, как мы видели, в революционных центрах есть, и похуже детки. Автобус! Но 7 лет, и ничего не получилось. У нас как-то развитие происходит скачками. То летом он так хорошо себя ведет, такой классный парень. И ест все, и разговаривает там, что он хочет, просит. И иногда мы гуляем, даже не по его маршруту, как всегда. Никитушка упал. Ну иди на ручки, мама видео снимает. Будешь звездой Ютуба. Вот. Это мама, ты малыш. Эх, вылазь, вылазь, малышня. Вылазь. А потом осень, зима. То ли у него головные боли, внутрь черепной. То ли что-то ему не так. Начинается зима, осень, весна. У нас ужасный откат. Это так уже мы заметили года 3-4. У нас зимой, осенью, весной. Ужасный откат. Назад. Он как будто звереет. Он обслевал всю квартиру. У него во рту много шлюнь. Ему блюется через каждую минуту, через каждую пару секунд. Он сплевывает и сплевывает, сплевывает и сплевывает. Он орет. Истерики ужасные просто. Нет уже терпения это все терпеть. И бросается он. Агрессия появляется. Бросается. Вот давала банан сегодня ему. Он бросился на меня царапать. Как будто зверь. Автобус, автобус. Царапает, орет, кричит. Не хочет банан. Это самое вкусное. Автобус. Из всех, что раньше он вот кушал фрукты. Это банан. Это для него класс. Здорово. Банан, яблоко, клубника, малина. А сейчас ничего не ест. Кроме хлеб. Какие-то гренки. Супы. Вот. Заливаю ему насильно уже. Потому что он нервничает. Переживаю, что он никогда ничего не ест. Как ребенку жить. Вот. Прыгает со всех. Со всего, что есть в доме. Столов, комодов. Истерики. Кричит. Плач. Воет постоянно. У нас внезапное вскрикивание. Тогда такие, что ажуши закладывает. Соседи нас просто ненавидят. Стучат по батареям. Приходят, стучат в квартиру. Лугаются. Это невыносимо. Скоро больше. Если есть ад, то мы живем в году. Это 7 лет терпеть. Тяжело. Потом он... Я очень переживаю за малыша. Потому что у него агрессия. Он может душить его. Вот. Тянет его с силой за руку. Он может его бросить. Поднять за шею. Это... Задушить. И уйти себе. И даже не поймет, что он сделал. Это меня пугает. Я постоянно должна быть рядом. Не дай бог, чтобы... Где-то я не успела что-то. Никитушка, аккуратно слезь, пожалуйста. Ты можешь упасть. Пожалуйста. Хочешь, что ты есть, мама с ним. Вот. У нас еще запрокидывает он голову. Когда спит, у него очень запрокинута голова назад. Нам сказали, что это внутричерепное давление. Но что с ним делать, мы не знаем. Массажи делали. Что еще делали? Тейпы клеили. Микрополяризации, томатис. У генетиков были с печенью что-то, с поджелудочной. Выписали нам препараты. Ну, вроде полегче. Вот. А вылечилось оно там. Не вылечилось, не знаю. Сидели на диете. Два года. Потом маленький малыш начал кушать печеньки. Мучное и молочное. А он смотрел с болью в глазах. Мое материнское сердце не выдержало. Как одному дать, а другому нет. Вот. И мы сняли его с диеты. Потому как и тонкую от нее мы, честно, не увидели ничего. У нас вся квартира записана буквами. Он очень зациклен на буквы. Все стены у нас вот такие расписанные. Буквы, каляки, маляки. Азбука у нас с двух с половиной лет. Он выучил ее. И он сидит, мычит, качается на полу, раскачивается, листает книги постоянно. И мычит себе эту азбуку. Уже четыре года. И сколько. Дальше не идет ничего. Азбуки вот. Он научился ее писать. И все. И постоянно читать он. Как ни пытаюсь, ничего не получается. Ходили мы, занимались и у логопедов, дефектологов, психологов, лечебная физкультура. Но у нас месяц только. Его хватает на это все. Потом истерики, крики, скандалы, бой, плач. Такие, что и муж, и семь. Я уже иногда и не справляюсь. Его тащить за руку куда-то. Вот. Сильный. Душил нас одно время. Сейчас дерется, бьет нас с мужем. По голове я открою тебе. Вот так. Извините, конечно, что малыш никак. Бабушка завтра приедет. Может поможет мне? Хочется побыстрее видео записать. Потому что силы. Надеюсь, что только надо видно. Вот. Кричит, истерики. Вот это боль, плач. Это постоянно. Его раздражает все. Автобус. Автобус. Не дай Боже сказать какое-то слово. Не то. У нас мы с мужем поговорить дома не можем. У нас запрещенные слова, которые не дай Бог Андрюше сказать. Вот. Чтобы опять началась истерика, крик. Гулять это очень страшно. Я одна, иду с двумя детьми. Мы с Никитой бежим просто за ним. Мы не гуляем. У нас погоня за Андрюшей. Погоня догоняй Андрюшу. И я, как ненормальная мамаша, с коляской, с Никитой. И догоняем Андрюшу по всему парку. Вот. Кричу. Стой, подожди. И меня уже начинают узнавать в городе люди. Вот это дурочка. Мамаша. А мы вас знаем. Здравствуйте. Я их не знаю. А мы вас видели с вашими детьми. Вот. И он три недели отказывался гулять. Не выходил вообще с квартиры. Мы с мужем подумали, что делать. Ну, что делать. Никуда он не хочет. Отказывается. Истерика. Плачь. Одеть невозможно. Просто записали его на плавание. Тренер молодой. Еще на энтузиазме. Мы-то знаем, чем закончится это все. Через месяц будет истерика. И Андрюша не захочет ни плавать, ни ехать туда. И будет все. Но он говорит тренер, что он хорошо занимается. Освоил уже доску. Вот. Он плавает. И надежды у него такие. Мы очень счастливы, конечно. Но я боюсь, что все это доест ему. Вот. Ходит он только по одной дороге, если и выйдет погулять. Не дай Боже. Куда-то в другую сторону мне свернуть. Такая истерика, что люди просто в ужасе. Все же хаются, как эта мамаша довела 7-летнего ребенка. Вот. До такой истерики. Уже вроде же посмотрели, нормальный ребенок на вид. Это что ей надо было сделать, что ребенок так орет. Боится очень собак. Когда мы гуляем, он с ужасом. Просто даже маленькая собачусечка какой-то. Маленькая. Бросается ко мне. И вот это в 6 лет он испугался собаки. И назвал первый раз меня мамой. С одной стороны, я испугалась за ребенка. А вдруг ночью ему что-то приснится. И он не будет спать. Или заикаться там станет. А тут мама, мама, господи. Первый раз в жизни услышала. У него есть речь. Но она... Эхо лалии очень много. Мультики цитирует. Мультики постоянно толдычит. Одно и то же. 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 И это не меняется ничего. Бывает такое, что он чего-то и хочет. И вот на тебе. А такую истерику закатает. Я не знаю почему. Истерики, крики, сопли. Это бой постоянный. Не знаю. Как жить с этим. Устала очень уже. В школу никуда мы не ходим. В сад мы не ходили. Потому что он все ломал, бил, крушил. Был период нас. Ну и сейчас так же. Если я что-то не так скажу. Или дам что-то ему. Или поставлю не тот мультик. Он мне всегда отомстит. Он порвет мне шторы, тюль, разобьет, разольет воду. Аккуратно, дети. Он всегда мне сделает что-то на зло, поломает. Иногда был такой период, что он садился возле игрушек. Ай, больно. И бросал их об стену. Все колеса в машину. Все разлеталось. И у нашего малыша маленького осталось 5 мешков ломаных игрушек. Лома просто. Вот мы покупаем новые. Но Андрюша грызет колеса, ломает их. Малыш смотрит на это все. И тоже повторяет за ним ломает. В этом ужасе живет маленький малыш. И мне очень не страшно за него. Переживаю за него. Он все копирует. Потому что брат для него авторитет. Он взрослый. Он еще не понимает, что Андрюша какой-то другой. Вот то, что он бьет игрушки постоянно. У нас был период, когда он эти игрушки выстраивал в ряд. Он не общается с детками. Он не ходит. Из-за того, что он бил, крушил, ломал все. Здесь в квартире поломанное нас не брали в сад. Нам сказали, за какие деньги вас никто не будет терпеть. Если вы будете ломать, бить, люстру разбил, бросил. Там какую-то тяжелую игрушку. Всегда на люстра разлетелась. Там телевизорную побил. Только как мы его купили. В доме все обои рваные стены порисованы. Вас просто никто не будет терпеть. И мы никуда не ходили. Из-за этого такого и его истерик, криков, психи... Больно же, Андрюша. Аккуратно. Поведение этого. Душит постоянно. Аккуратно. Андрюша, тихонечко. Пихает пальцы в нос. Плюет. Плюет. Ну зачем? Мама превращается в уборщицу. Только моет, оттирает все. И устала очень. Шучит. Поведение ужасное. Из-за этого поведения нам двери везде закрыты. Мы не можем никуда не пойти. Не поехать. Ничего не можем. Я не знаю, что уже делать. Да и только на вас. Хода одевает. Спасибо.